Привет! Говорят, что шведские автомобили не для всех. Это с немцами и японцами. Всё понятно, а вот по мнению многих Volvo и Saab – это странные машины. Давайте проверим, так ли это. Вы на канале «АвтоСтронг-М». Сейчас вы увидите подробнейший обзор Volvo S60 второго поколения. Встречаем! Итак, Volvo S60 второго поколения выпускалась аж 8 лет с 2010 по 2018. Такой же долгожитель, как и ее предшественница. Отдельно отметим, что эта машина создавалась и выпускалась, когда Volvo принадлежала огромному концерну Ford. К счастью, Ford не успел испортить этот автомобиль. Упомянем отдельно и нынешних владельцев Volvo – китайцев. Они к этой модели, как и к другим Volvo, не имеют никакого отношения. Итого, перед нами чисто шведское изделие. Классное, симпатичное и действительно не такое, как другие автомобили. Как и в наших прошлых обзорах, мы не будем в этом обзоре рассказывать, как здесь нажимаются кнопочки и с каким звуком закрываются двери сейчас. Вы узнаете, стоит ли покупать эту Volvo и что в ней ломается. С кузовом Volvo S60 второго поколения все отлично. Он не ржавеет совсем. При больших пробегах может откалываться краска с колесных арок, а также может откалываться краска с дверей из поддверных ручек. А в целом к шведскому металлу сложно придраться. Хотя из каждого правила есть исключение. Если автомобиль оснащен сервоприводом для складывания зеркал, то этот узел может потребовать к себе внимание. Но обычно ситуация решается добавлением смазки. А вот если силуминовые кронштейны повредили дорожные реагенты, то тогда придется искать бу-зеркало на замену, либо искать донорские запчасти для вашего зеркала. Фары на дорестайлинговых машинах довольно часто потеют. У нас, кстати, машина рестайлинговая. А потеют они из-за того, что через тонкий слой герметика попадает в фару влага. Тонкий слой находится в верхней части фары и также сбоку возле крыла, то есть со стороны крыла. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо расклеить фару, положить нормальный слой герметика и склеить. Дверные замки на автомобиле Volvo S60 второго поколения иногда перестают работать, а всё из-за того, что в их конструкции есть маленький электромоторчик, который выходит из строя. Покупать бу-замок или новый не обязательно. Достаточно просто купить этот маленький электромоторчик и установить его. Замок очень просто разбирается. Ну а вот если дверной замок перестал реагировать на наружную ручку, но дверь при этом открывается изнутри, то тогда придётся заменить лопнувший трос. Это тоже частая болячка Volvo S60 второго поколения. На машинах с бесключевым доступом, как в нашем случае, обрываются провода вблизи разъёмов или в них попадает вода, и тогда система перестаёт функционировать. В этом случае приходится искать ручку с фрагментами проводки. Взглянем и на лобовое стекло. Здесь оно достаточно быстро затирается камешками и другим абразивом. На рестайлинговых машинах есть полностью обогреваемое лобовое стекло, то есть с нитями обогрева. Такое стекло по неоригиналу стоит примерно 500 долларов. Если при заправке топлива в бак заправочный пистолет будет постоянно отстреливать, то в этом случае поможет продувка адсорбера, который улавливает пары топлива. Адсорбер установлен на днище возле бака. Также можно поменять на новый или продуть фильтр, который находится на конце трубки вентиляции бака. В салоне Volvo S60 со временем появляется свист моторчика вентилятора. Добраться до него и смазать можно через бардачок, но смазка навряд ли надолго поможет. Поэтому придется все равно поменять вентилятор. Неоригинальный вентилятор от компании «Хэлла» стоит 200 долларов. В жару вентилятор может подкинуть еще один сюрприз, то есть он будет вращаться на высоких оборотах и не останавливаться после выключения двигателя. А чтобы выключить вентилятор, нужно вынуть его предохранитель из блока, который находится под капотом. Нижний ряд – позиция 11. Виновником постоянной работы вентилятора является терморезистор системы вентиляции. Его будет необходимо поменять на новый. Новый по оригиналу стоит 200 долларов, ну а неоригинал от поставщика на конвейер стоит не намного дешевле. Если автомобиль оснащен люком, то тогда надо хотя бы раз в пару лет очищать дренажные трубки, которые идут от него через стойки кузова вниз. Если вода будет просачиваться мимо дренажных трубок, если дренажи забиты, то тогда намокнут накладки стоек и вода попадет на коврики. А под коврами есть электронные блоки, которые вода может повредить. А вот если на селекторе АКПП перестал работать индикатор включенного режима трансмиссии, то тогда понадобится замена либо ремонт перебитого шлейфа. Иногда на Volvo S60 могут внезапно отключиться вентиляторы радиаторов. Если они отключились и не включаются, то тогда дело может быть в изношенных щетках коллекторов электромоторов. Опытный электрик быстро решит эту проблему. Ну а если вентиляторы включаются через раз, то, скорее всего, причина в поломке блока управления, который находится сзади на кассете вентилятора. Новый такой блок по оригиналу стоит 470 долларов. Хороший заменитель – 190, но иногда блок удается отремонтировать. Радиаторы, а именно пространство между основным радиатором и конденсатором нужно держать в чистоте. Если там все забито пылью и пухом, то тогда надо снять всю кассету и вычистить всю эту грязь, заменив при этом охлаждающую жидкость. Ведь исправная и чистая система охлаждения – это залог долгой службы двигателей Volvo S60, особенно бензиновых. В гарантийный период на Volvo S60 второго поколения меняли верхний шланг компрессора кондиционера. Именно из-за этого шланга во время работы компрессора кондиционера раздавалось жужжание, а вот модифицированная трубка помогает избежать этот посторонний звук. На дорестайлинговых Volvo S60 второго поколения установлена гидравлическая рулевая рейка, но ее насос электрический и погружен в масляный резервуар. И если на этих машинах вовремя не менять гидравлическую жидкость, то тогда может насос выйти из строя, а также блок управления. Можно отдельно поменять бачок на неоригинальный, если в старом скопилось очень много мусора и практически невозможно его вымыть, особенно если фильтр грубой очистки засорился. Оригинальный насос стоит баснословных денег, не оригинал – 700 долларов. Основными двигателями Volvo S60 второго поколения дорестайлинговых были моторы объемом 1.4 и 2.0. Это четырехцилиндровые бензиновые моторы с непосредственным впрыском, так называемые «Экобуст». Эти моторы мёрли как мухи в гарантийный период и после его окончания. Справедливости ради скажем, что моторы страдали от некачественного топлива и огромных межсервисных интервалов в 20 тысяч километров. В обоих случаях разваливались поршни, то есть отламывались поршневые перегородки. Все это сопровождалось строением, стуком в одном из цилиндров, а также кальциевыми добавками в моторном масле. Вся эта история заканчивалась заменой блока цилиндров. 1.6-литровый мотор мог выгнать масло через изношенные уплотнения, а также вал турбокомпрессора. После отсутствия смазки двигатель проворачивал один из шатунных вкладышей. Но у многих владельцев эти моторы живут долго. Покупайте топливо, то есть заправляйте автомобиль на проверенных заправках и сократите интервал замены вдвое, а то и втрое. Вообще оба фордовских бензиновых двигателя покидают чат без особых предупреждений даже через несколько тысяч километров после замены масла. Ну, как говорится, живут своей жизнью. Volvo S60 второго поколения донашивала очень классные шведские двигатели. На версии T5 устанавливали очень резвый шведский двигатель, а с 2014 года Volvo S60 второго поколения получила его двухлитровую версию. У тех двигателей распределенный впрыск топлива один турбокомпрессор. Помните, что 5 цилиндров в двигателях Volvo – это хорошо. Не экономьте, и они пройдут более 500 тысяч километров. Меняйте масло каждые 10 тысяч километров, и тогда это отсрочит проблемы с фазовращателями и закупориванием системы вентиляции картерных газов. А если через сальники распредвалов начало сочиться масло, то значит повышенное давление в картере. Или же вы или предыдущий владелец прокатили этот мотор с низким уровнем масла. Не допускайте таких косяков, меняйте грм каждые 120 тысяч километров, и будет вам счастье. До 2016 года на Volvo S60 устанавливали фирменную рядную турбошестерку T6. Это тоже очень надежный двигатель, и даже при нещадной эксплуатации с чип-тюнингом он отхаживает 300 тысяч километров. Ну, естественно, спокойная езда такому мотору только снится. Фордовские «четвёрки» распрощались с Volvo S60 второго поколения в 2013 году. Постепенно компания начала отказываться и отрядных «пятёрок». Им на смену пришли совершенно новые двигатели новой модульной архитектуры VEA. Ничего общего с двигателями Ford они не имеют. Они напоминают именно «пятёрки». У них тоже нет отдельной клапанной крышки. Крышка легкосплавная и прижимает распредвалы сверху, то есть является частью их постели. По старой доброй традиции, как в моторах Volvo, гидрокомпенсаторов в этих моторах нет. Ременной привод ГРМ, одна или две турбины, непосредственный впрыск топлива, помпа системы охлаждения электрическая, рулевая рейка с этими моторами тоже электрическая и щуп электронный. Младший мотор из семейства VEA – полуторалитровый. И еще раз вам скажем, что это не «экобуст». Вольво S60 2-го поколения с этим мотором крайне мало, и в основном это автомобили, импортированные из Европы. А вот его двухлитровая версия встречается гораздо чаще. Этот двигатель устанавливали на всевозможные версии мощностью от 152 л.с. до трехсот шестидесяти семи с чипом Polestar. Еще эти двигатели называются Drive-E. Их до сих пор устанавливают на Volvo S60 3-го поколения. Это очень приличные двигатели, хотя они и не сразу заслужили право так называться. Дело в том, что в первые годы выпуска они отличились повышенным расходом масла. Виной тому был неудачный маслоотделитель системы вентиляции картера. А еще до 2016 года маслосъемные кольца быстро закоксовывались, а это было вызвано крошечными отверстиями для отвода масла в поршнях. Владельцам приходилось за свой счет менять поршни из-за того, что машина поедала очень много масла. Ну а в целом, с 2016 года эти двигатели очень хороши. Младший дизельный мотор под капотами Volvo S60 2-го поколения – это двигатель 1.6 HDI, турбодизель французский, в 8-клапанном исполнении. Это очень хороший и надежный мотор. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор. Volvo S60 2-го поколения донашивала рядные турбодизельные «пятерки» и распрощалась с ними на рубеже 2014 года. Это прекрасные и надежные двигатели, но стоит отметить, что появились случаи появления трещин в цилиндрах. В основном это касается версий на 215 лошадиных сил, а связано это с кривым чип-тюнингом и перегревом моторов. Поэтому еще раз напомним, что надо держать к чистоте бутерброд из радиаторов и интеркулера. На смену этим «пятеркам» пришли четверки новой модульной архитектуры VEA. У этих двигателей помпы системы охлаждения приводятся ремнем ГРМ, маслонасос с изменяемой производительностью, а вместо щупа – электронный датчик. В первые годы выпуска эти моторы поучаствовали в отзывной кампании, связанной с вероятностью расплавления впускного коллектора и даже с его возгоранием. Виновником явился клапан EGR. Его меняли буквально на полумиллионе автомобилей Volvo с этим мотором, выпущенным с 2013 по 2019 год. Ну, а в остальном проблем с дизельными двигателями Volvo пока нет. Вольво S62-го поколения с неродными для себя двигателями оснащалась роботизированной трансмиссией МПС-6. Неродные двигатели – это фордовские 1.6 и 2.0 бензиновые турбированные и турбодизель французский объемом 1.6 литра. На эту Volvo устанавливали трансмиссию МПС-6 в ее варианте с мокрым сцеплением. Она еще называется 6DCT450. Это значит, что диски сцепления погружены в трансмиссионное масло, которое также обслуживает гидроблок. Следовательно, вся пыль от фрикционных накладок сцепления попадает в масло и гидроблок. Чтобы этот преселективный робот раньше времени не улетел в капремонт, нужно менять масло каждые 40 000 км, а также менять внешний фильтр. Также рекомендуется установка внешнего радиатора и холодного термостата. Но все равно к пробегу в 120 000 км эта трансмиссия начнет хандрить. Слабых мест в ней много. Сцепление работает с двухмассовым маховиком, который находится в корпусе трансмиссии. Дефферные пружины маховика изнашиваются сами и изнашивают свои посадочные места. Из-за этого в масле появляется металлическая пыль, появляется биение сцепления и масло может начать вытекать через сальник, как на крышке сцепления. До этого мокрая МПС-6 может начать пинаться во время смены передач, также может пропасть одна из передач и появятся соответствующие ошибки. В этом случае может помочь замена уставших соленоидов. К счастью, для их замены не надо разбирать трансмиссию. Они доступны после снятия вертикально установленного поддона. В целом этот преселектив далеко не подарок. А теперь ещё раз вспомним годные турбобензиновые «пятёрки» Volvo. Они хороши ещё и тем, что с ними в паре работает шестиступенчатый автомат Aisin TF80SC. Снова вернёмся к охлаждению. Установите внешний радиатор, меняйте АТФ каждые 80 000 км и тогда эта трансмиссия до капремонта пройдёт 250 000 км. А вот с 1,5-литровым турбомотором была доступна немного другая АКПП – Aisin TF71SC. У неё с завода неудачное охлаждение АТФ, поэтому без внешнего радиатора, то есть установки внешнего радиатора, тут не обойтись. А вот с новыми бензиновыми и дизельными 2-литровыми моторами доступна трансмиссия Aisin Warner TG81SC – восьмиступенчатая. Она создавалась специально для Lexus RX и на нём обкатывалась. А вскоре эта трансмиссия появилась на BMW X1, на BMW X2, на MINI, Toyota, Opel, Volkswagen, на Geely Tugela и на всех современных Volvo. Это очень достойная трансмиссия. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг»? Есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы и продаём их с полным пакетом документов по честной цене. Ну, естественно, в отличном состоянии. Если надо мотоцикл, обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Все ссылочки и подробности будут в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Volvo S60 второго поколения оснащена сервоприводами стояночного тормоза. Лет через 5-7 сервоприводы выходят из строя из-за того, что в их редуктор попадает грязь и вода. Сервоприводы легко снимаются с суппорта. А вот если грязь вызвала серьезный износ шестерен, то тогда редукторы придется поменять на новые. Передние колеса подвешены на стойках McPherson с привычными треугольными рычагами. Кстати, почти все детали по передней подвеске подходят от Mondeo 4, Ford S-Max, а также Ford Galaxy второго поколения. Слабое место в этих рычагах – их задние сайлентблоки. Они растрескиваются при наступлении пробега примерно 120 000 км. По мере растрескивания водитель будет ощущать виляние передней подвески при движении и особенно при торможении. Оригинальный задний сайлентблок в стальной обойме стоит $150. Заменители в трое дешевле. Оригинальная шаровая опора продается вместе с рычагом и сайлентблоками. Цена $300. Но шаровую опору можно поменять. Снять ее можно, спилив заклепки, и купить неоригинальную шаровую опору, которая в комплекте продается с тремя болтами для крепления. Цена неоригинала 40-60 долларов можно найти и дешевле. Опорные подшипники передних амортизационных стоек плохо защищены от грязи и влаги. Эта смесь заставляет их хрустеть уже к пробегу в 120 000 км. Оригинал обойдется в $100, заменители в 2-3 раза дешевле. Рулевые тяги и наконечники продаются отдельно. Цена оригинала негуманна – $130 и $200. Стойки стабилизатора служат примерно 50 000 км. Все зависит от дорог, чистоты парковки на бордюрах, а также из-за размера колес. Цена стойки $50. Передние ступичные подшипники некоторых Volvo S60 начинали гудеть при пробеге в 150 000 км. Оригинальная ступица обойдется в $440. Не оригинал – втрое дешевле. В задней подвеске Volvo S60 второго поколения по четыре рычага на каждое колесо. Детали как выше упомянутых Ford. Слабое место здесь – передний сайлентблок продольного рычага. Продается он по оригиналу за $250. Хорошие производители продают ремкомплект сразу из двух сайлентблоков с крепежными винтами по вдвое меньшей цене. Еще недолго служит самый короткий рычаг задней подвески. Цена с брендом Volvo – $130. Не оригинал – раз в пять дешевле. Volvo S60 второго поколения могла оснащаться электронно-управляемыми амортизаторами 4C. Их производила компания Monro. Так вот, если эти амортизаторы потекут, то придется поменять на новые. Передний стоит $620, задний – $700. Так как сегодня дождь, то резюмируем здесь. Volvo S60 второго поколения, да еще и в рестайлинге с новыми моторами – отличный автомобиль. Да, не такой привычный, но оригинальный и добротный. Фирменные детали подвески стоят неприятно дорого, но хороших заменителей предостаточно. Главное, что эта машина не сыплется по мелочам и в целом рассчитана на сотни тысяч километров эксплуатаций. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях и помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».